Кто есть я? Это не тот вопрос, который вы задаете другим. Это вопрос, который вы задаете себе. Вы не знаете, кем вы являетесь? Разве это небольшая проблема? Если вы искренне, если этот вопрос сжет вас изнутри, тогда возвращайтесь. Пранам Садхуру, я из Западной Бенгалии. Меня зовут Шора Пратума Мухирджи. Я слежу за вами последние три месяца. Это предупреждение? Нет, нет, что вы. Последние несколько месяцев я слежу за вами. Смотрю ваши видео. И искренне могу сказать, что я ваш поклонник. Но у меня есть один вопрос. Вы говорили, что все, что мы накапливаем в своей жизни, например, заработок, репутацию, богатство, а также жировые отложения, обо всем этом можно сказать, что это мое, но я этим не являюсь. Я понимаю, что то, что вы говорите, чрезвычайно логично. Я однозначно могу сказать, что этот дом мой, но это не я. Это тело мое, но это не я. Но тогда что есть я? Что я? Если я отпущу все, что накопил, если я отпущу все это, тогда что останется мной? Что такое мое существование? Вот что я хочу знать. Почему же вы спрашиваете меня? Пожалуйста, садитесь. Итак, что же вы такое? Сейчас то, что вы считаете собой – это просто набор мыслей, эмоций, идей, предрассудков, философий и идеологий. Вся та мешанина, которую вы накопили. Вы просто альбом для наклеивания вырезок. Хотя звучит, конечно, не очень. Нет, вы просто коктейль. Придумаем название получше. Вы – это букет цветов. Хорошо. Так что же есть вы? Это произошло в аэропорту Цинциннати в США. Люди стояли в очереди на регистрацию билетов на рейс. Один мужчина просто обошел очередь, прошел прямо вперед и сунул свой билет. Дама за стойкой сказала «Сэр, здесь очередь». Он сказал «Нет, нет, я спешу». Она сказала «Все спешат. Вы летите одним самолетом. Пожалуйста, встаньте в очередь». Он воскликнул «Да вы знаете, кто я?». Она посмотрела на него, а затем быстро объявила по громкой связи «Здесь человек, который не знает, кто он. Кто-нибудь может ему помочь?». Итак, кто есть я? Это не тот вопрос, который вы задаете другим. Это вопрос, который вы задаете себе. Рассматривайте его глубже и глубже. Ваш вопрос похож на утреннюю молитву, понимаете? Это то, как люди молятся. Входят и бубнят мантру. Бла-бла-бла-бла-бла. Рычат на ребенка. Бла-бла-бла-бла-бла. Потом параллельно отвечают на звонок. Даже священники в храмах говорят по телефону по ходу дела. Это случилось перед Рождеством. Одна женщина из Миннесоты молилась Богу. Ее слова услышали соседи. «Господи, в это Рождество прошу Тебя подарить мне встроенную фигуру и толстый кошелек. А то в прошлом году этот старый дурак Санта-Клаус все напутал. Почему я об этом говорю? Посмотрите, пожалуйста, на все молитвы на планете. Господи, дай мне то, дай мне это, спаси меня и сохрани. Это похоже на нечто божественное? Или же просто на борьбу за выживание? Выживание, переданное сторонней организации. Чтобы выжить на этой планете, вам нужны всего четыре конечности и немного функционирующих клеток головного мозга. Садхгуру, все это хорошо, но я хочу знать, кто есть я. Вся эта история с вопросом, кто есть я, стала очень популярной из-за Раманы Махарши. Знаете такого? Вы слышали о Рамане Махарши? Он не бенгалец. Рамана задался вопросом, кто есть я, и сел там. Люди сегодня считают, что им ничего не нужно делать. Если они просто спросят у кого-нибудь, кто есть я, то уже будут духовными. Однажды я вел программу в Лос-Анджелесе. Там было много людей, около 150 человек. Все довольно известны, многие из голливудской тусовки и множество молодых женщин, которые выглядели одинаково. Нет, это были не сестры, просто у них один и тот же врач. Я всего лишь обучал их простой 21-минутной практике. Зачем? Чтобы обратить их внутрь себя. Потому что если задавать этот вопрос вслух, вы не найдете ответа. Если я скажу, что вы Атман, Параматман, всю эту чепуху, приведет ли это вас к чему-нибудь, вы просто узнаете больше слов. Если я скажу вам, что вы душа, божественная сущность, вы Атман, Параматман, вы ни к чему не придете. Вы просто выучите новые бессмысленные слова. И больше ничего. Я сказал им, мы обучим вас простому, 21-минутному процессу, как обратиться внутрь себя. Но вы говорите нам, что целых 21 минуту нам нужно все это делать. А Рамана Махарши сказал, что ничего делать не нужно. Я сказал, ничего себе. Рамана добрался до Лос-Анджелеса. Но Рамана ничего не делал. Это факт. Он просто сидел вот так, скрестив ноги. Абсолютно ничего не делал. Прибегали грызуны, кусали и поедали его плоть. Она гноилась, раны заражались червями. А он просто сидел и ничего не делал. Если вы сможете заниматься таким ничего не деланием, то сразу же получите ответ. Хорошо? Но сегодня в Калифорнии принято по-другому. Если вас укусит комар, надо звонить в 911. Да, так и есть. Тогда не спрашивайте об этом. Если это экзистенциальный вопрос, это непростой вопрос. Вы не знаете, кем являетесь. Разве это небольшая проблема? Это фундаментальная проблема, не так ли? Вы встаете, представляетесь, говорите, что вы из Бенгалии, и задаете вопрос, до которого еще не созрели. Если бы вы встали не в силах говорить со слезами на глазах, я бы ответил на этот вопрос совершенно по-другому. Но сейчас это шутка, и я шучу вместе с вами. Хорошо? Вопрос есть. Это хорошо, что он есть. Но чтобы вникнуть в него, нужна особая проницательность. Пока вам не хватает интенсивности, чтобы вникнуть во что-то, сейчас это не серьезный вопрос. Прямо сейчас я могу сказать вам что-то о том, кто вы есть, но это лежит за пределами вашего опыта. Если я расскажу вам о том, чего нет в вашем опыте, что это вам даст? Вы можете верить этому или не верить. Если поверите, вы не станете к этому ближе. Если не поверите, то так же не приблизитесь. Если вы мне верите, то можете говорить обо мне что-нибудь позитивное. Если не верите, то можете говорить обо мне что-нибудь негативное. Но вы не сдвинетесь ни на миллиметр, не так ли? Если вы искренне, этот вопрос жжет вас изнутри, мучая так сильно по ночам, что вы не спите, не можете ни сидеть, ни стоять, так он вас беспокоит, тогда возвращайтесь и открою вам нечто большее, нечто совершенно иное.